Вот, привет, мои друзья, то есть сейчас самое главное, основное событие, это сбитый бомбардировщик над Турцией. Вот, я, что хочу, значит, сказать, я не хочу делать детальный анализ над всем, над всей этой ситуацией, вот, я хочу просто выразить соболезнования семьям погибших пилотов, там было два пилота, вот, их семьям я хочу сказать, что я очень вам желаю, что вот после того, как вот умерли вот эти вот пилоты, ваши родственники, чей-то это отец, там, чей-то это брат, там, чей-то это муж, вот, я надеюсь, что после смерти этих людей смерть также найдет вас, я надеюсь, что вы сдохнете, что матери, ребят, которые родили этих пилотов, сдохнут, что их дети тоже сдохнут, как шлюхи, если у них есть дочери, то я надеюсь, что дочерей этих пилотов их будут ебать в жопу бомжи, потом их обоссут, обосрут, заставят жрать говно, вот, и потом они сдохнут, задохнут, говном женам этих пилотов убитых я хочу сказать следующее что я надеюсь что бомжи вас привяжут к теплотрастам и заставят собак вас насиловать до смерти а потом отрубят вам руки и сожрут ваши руки пожарят ваши руки на мясо но пока вы еще будете живые вот бомжи жены вам во влагалище засунут жареное мясо вот с ваших жиру потом собаки разгрызут вам влагалище чтобы достать жареное мясо вот и вы сдохните просто сдохните от того что собаки прогрзут вам было ваше влагалище вот такие вот смерть такую вот смерть я вам желаю жены убитых пилотов убит то есть как это все преподается на турции летал там мирный бомбардировщик и турецкие власти открыли типа там огонь сбили этот самолет ой блять какая потеря наш наш самолет сбили ой жалость трагедия не знаю все мы плачем горюем скорбим вот проливаем слезы обратите теперь внимание окей поднялась массовая истерия искусственно почему смотрите в первую чеченскую кампанию русских солдат как телят сотнями тысяч вели на убой в день убивали по 15 тысяч русских солдат тысячи танков сжигали и как бы всем было похуй ну поебать ну что там мясо умирает просто властям было вообще похуй на это похуй в день 15 тысяч человек убивали во время чеченской кампании всем было просто поебать на это абсолютно танки там как спички горели всем было похуй ну похуй а чё там вдруг сейчас такая массовая истерия из-за одного какого-то там водичьего самолета который сбили то есть по сути то есть видим политика вот русских властей им похуй то есть нажет на да а сейчас идет массовая истерия то есть то есть это пропаганда это пропаганда опять же причина это украина проигранная война то есть отвести внимание от событий на Украине от проигранной войны, поднять, прежде всего цель этой пропаганды, поднять уровень патриотизма, что мы там бомбим Сирию, блядь, боремся с терроризмом, какие мы охуенные, чтобы быдлецо порадовалось. И быдлецо радуется этой войне с Сирией. Я смотрю, я поорудую свою деятельность, очень часто общаюсь со всякими там быдломразами, вот, быдлецо говорит, ой, блядь, Путин, Путин, президент, блядь, борется с ИГИЛом, хорошо, то есть, полбомжи, по сути, граждане России, довольны жизнью, потому что Путин, где-то, там, борется с ИГИЛом. На это идет расчет, чтобы порадовать быдло, это война. Быдло нужно порадовать войнушкой. Почему? Потому что изначально, вот, русские пошли не по тому пути развития, сделали упор на физическую силу, вот, если американцы делают там упор на интеллект, нужно интеллект развивать, вот, ученые там всякие там в Америке, вот, очень приветствуются в России, что делают с учеными, ну, концлагеря, гулаг там сажают, то есть, нужна физическая сила, то есть, нужны в России мужики, вот, мужик нужен, вот, и поэтому, то есть, это путь инволюции, собственно говоря, если какая-то общность делает упор не на развитие интеллекта, там, а на развитие физической силы, то есть, это путь в сторону обезьян, по сути. То есть, вот, правительство навязывает, грубо говоря, вот такое вот мышление, там, агрессивное, варварское, ну, чтобы удовлетворить запросы, вот, людей, которые оперируют данной формой мышления, производится такая пропаганда, то есть, понятно, то есть, окей, по сути, несколько раз скажешь, ты, там, должен, там, радоваться, вот, там, твоя страна, там, бомбит, там, Турцию, даже если в случае, там, если, ой, не Турцию, а Сирию, даже если, даже в том случае, если ты, там, даже, там, был бы, там, расистом, вот, там, убивают вот этих вот, сириян, там, или как там, блядь, хуй с ними, в любом случае, кто бы я ни был, оценим ситуацию, то есть, на войну тратятся с точки зрения здравомыслия и не патриотизма, патриотизма, с точки зрения патриотизма, вот я как патриот, да, ну, хотя я не особо патриот, конечно, но я патриот России, окей, почему я должен радоваться, что в Турции, в Сирии, блядь, бомбят Сирию, то есть, миллиарды долларов уходят просто на развлекуху, типа, как на салют, хорошо, то есть, в России нет бедных, голодных, нищих, нуждающихся, пенсионеры лазают по помойкам, понимаете, Владимир Владимирович, в провинциях пенсионеры ищут себе еду в помойках, им есть нечего, дохера детей без призорников, миллионы, блядь, детей без призорников в России, столько, блядь, бездомных животных, то есть, это ад, по сути, здесь, полная нищета, все разваливается, разрушается, а вы, ебаная вы мразь, чтобы, блядь, помогать людям в вашей стране нуждающимся, вот, голодным, вы тратите миллиард долларов, чтобы бомбить какую-то, блядь, Сирию, я в душе не еду, где находится Сирия, и я даже не буду искать, потому что мне похуй, где она находится, они меня, блядь, не трогают никак, и нашу страну они, блядь, не трогают вообще, блядь, никак, у нас есть проблема, блядь, в своей стране, существенные, понимаете, людям есть, блядь, нахуй нечего, это, блядь, не шутка, нахуй, и прежде чем, блядь, куда-то лезть, кого-то там бомбить, блядь, подражать Америке, нужно вначале, блядь, накормить своих граждан, обеспечить всем необходимым, а уже потом, блядь, оставшиеся деньги в бюджете, их и так мало тратить, блядь, на то, чтобы всякую мразь, гнусную мразь развлекать, то есть, какая мразь, вот, этому может радоваться, что кто-то там, ваше правительство, там, что-то, блядь, бомбит, без причины, блядь, это пиздец, как сделала Америка, окей, она сытая, зажравшаяся страна, это пиздец, конечно, у них есть деньги, чтобы там бомбить, там, всякие, там, Ираки, Ираны, весь, куда их не просят, они обеспечили своим гражданам зажиточную жизнь, самая богатая в мире страна, ну, конечно, с точки зрения государственного эгоизма, они просто святые, то есть, да, они имеют право кого-то там бомбить, потому что, ну, они обеспечили для своих людей все условия, ну, вот, есть лишние деньги, почему бы и не побомбить, по сути, да, у РУСМИ, блядь, их нету, бюджет, блядь, дефицитный, блядь, чтобы удержать свою власть, чтобы, блядь, вот этих вот олигофренов, одноизвильных, которые, блядь, голосуют, блядь, за ядросов, блядь, порадовать, а, блядь, мы охуенные, то есть, пьяный, блядь, избиратель, блядь, ядросовский сидит, а, блядь, Путин, блядь, молодец, блядь, блядь, с ИГИЛом нужно бороться, блядь, правильно все делаем, блядь, 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 Россия, блядь, поднимаются с холен, то есть, вот на такую вот мразь, собственно говоря, рассчитана эта гнилая пропаганда, поэтому семьям этих вот пилотов-убийц, которые бомбили что-то там в Сирии, вот, я желаю смерти, вот, потому что, по сути говоря, вот ваши, блядь, вот эти вот пилоты, блядь, не знаю, там, кто там, они там, мужья, блядь, отцы, блядь, то есть, они, по сути, убийцы, то есть, они члены организованной преступной группировки, вся российская армия сейчас это организованная преступная группировка, после событий на Украине, блядь, когда российская армия убивала украинцев, братский народ убивала, то есть, все, это пиздец, то есть, всех, кто сидит в российской армии, генералы, блядь, солдаты, похуй, это члены организованной преступной группировки, такие же, блядь, как Солнцевский и как Ореховский. Все. По сути, блядь, Российская армия, вот, Солнцевский, блядь. Пошли, блядь, на Украину, там, блядь, награбили, блядь, съебались, нахуй, охуеть, блядь, заебись, блядь. Ну, может, еще не съебались, может, там до сих пор есть. Не знаю, как там, блядь, минские соглашения там уже соблюдаются, не соблюдаются. Ну, короче, что я хочу сказать, самая главная мысль. Не надо жалеть этих вонючих, грязных пилотов, которые сдохли. Давайте будем пожалеть каких-нибудь, там, Япончиков, блядь, да, или каких-то там еще других, там, известных, блядь, московских бандитов. Ну, это ниже уровня Япончиков. Каких-нибудь, там, этих, блядь, бойцов, блядь, и Солнцевских, да, там, которые, там, где-нибудь, там, в бандитской разборке, блядь, погибли, их убили. Ой, блядь, убили, блядь, наших, блядь, Солнцевских. Ну, наши же, блядь, русские, хули, давайте, блядь, поплачем по ним. Да это мразь, блядь, это блядь бандиты. Такие же бандиты, блядь, эти, блядь, пилоты. Нихуясь, я по ним еще плакать, блядь, да я блядь, скорее, я блядь, пиздец, блядь. То есть, усвоите мысли, российская армия, это АПГ, солдаты-бандиты, блядь, и нехуй, блядь, о них плакать. Те, кто идут в российскую армию, по сути, то есть, вы просто вступаете в организованную преступную группировку добровольно, блядь, блядь, думайте, что вы делаете. Я приду к власти, то есть, ну, если бы я пришел к власти, то приду, конечно, не приду, конечно, ну, может, приду, не знаю, чем черт не шутит, в принципе, плохой. Всю российскую армию, просто вот, вот, которая вот, вот после этих вот событий на Украине, да, еще, то есть, как-то не распустилась, то есть, люди должны, блядь, добровольно сказать, нихуя себе, блядь, да вы преступление делаете, вы убийцы, мы в этом участвовать не будем. И все подружники разошлись, но они не разошлись, еще есть мразь, который после этого, блядь, после этих событий предательских, российской армии, когда убивали украинцев, блядь, еще вступают, блядь, в эту гнилую армию, то есть, так какими, просто нужно быть, либо олигофренами, либо просто мразью кончено, вот так, но в любом случае, это бандиты, а с бандитами разговор только один, блядь, расстреливать, все, компромиссов, блядь, быть не может.